Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Четвертый международный турнир по настольному теннису стартовал в Самаре. Приза губернатора приехали разыграть 12 команд. Из России, в том числе из Казахстана и Китая. О главных претендентах на победу расскажу прямо сейчас. Торжественная церемония открытия турнира проходила в новом теннисном центре. Первая ракетка и президент областной федерации Виктор Кудряшов отметил, что этот современный спортивный комплекс появился не случайно. Самара сегодня является одним из теннисных центров страны. Здесь проходят крупные соревнования, чемпионаты и этапы Кубка России. Местные мастера ракетки успешно выступают на международных турнирах, а чтобы спортивных звездочек зажигалось еще больше, поэтому и проводятся в Самаре подобные старты. Чемпион России по настольному теннису Артем Замарин за призы губернатора сражается не первый раз, пока неудачно, зато в этом году удалось выиграть всероссийскую спартакиаду. Подняться в теннисном рейтинге с восьмого на четвертое место и сегодня он готов забрать главный теннисный трофей Самарской области. Атмосфера, как бы праздник здесь, нет такого, что соревнования такие, ответственность есть, но приятная ответственность, то есть все свои и зал родной, то есть все помогает, это идеальный зал, покрытие, свет, то есть все здесь для настольного тенниса прям конкретно сделано, остается только выигрывать. Китайская команда из города Хэфэй второй раз приехала за кубком губернатора Самарской области. В прошлом году они заняли только четвертое место, на этот раз рассчитывают победить. Уровень российских спортсменов достаточно высок, поэтому мы приехали на самарский турнир не только выиграть кубок, но и в борьбе с мастерами научиться лучше владеть ракеткой и мячом. Самара, Тольятти, Пенза, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, четыре команды из Казахстана и Китай. Финалисты и победители международного теннисного турнира на призы губернатора определятся в воскресенье. Первая ракетка ждет болельщиков. Вход на соревнования бесплатный. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.